Всем привет, с вами Максим. В данном видео я поделюсь своим личным мнением о герое превосходства Кровавый Доктор Бетти. Это герой контроля. Она по сути не саппорт для команды, она не дает никаких бафов для наших союзников. И немножко, всего лишь один дебаф дает для противников, это снижает их иммунитет к контролю. Это позволяет герою Бетти, а также остальным союзникам, у которых есть контроль в вашей команде, повысить шанс за контроль у противников. И все. Больше никаких дебафов она не накладывает, никаких атак ничего не крадет у противников. Просто снижает иммунитет к контролю с прокачанных сублимаций, а также выжигает энергию. Она отлично выжигает энергию, если прокачивать ей сублимации. В базовой версии без прокачки, просто если прокачать героя до В4, она всего лишь себе восстанавливает энергию за героев, которых она сковывает. А врагам ничего не снижает. То есть, хорошо, но недостаточно. Когда вы прокачиваете ей дерево до Т5 уровня, максимальное, то здесь в последней сублимации можно прокачать благородную, и тогда, а также будет выжигать энергию 20 единиц врагам, которых она сковывает. Активный навык. Интересный активный навык. Она контролит задний ряд, и не только. С активного навыка она начинает контролить противников. Наносит урон 1400%. Вообще, в принципе, не играет роли. Бетти — это не герой с уроном, она герой саппорт, которая... Она герой контроля, которая контролит противников. Хотя если прокачать ей сублимацию, сделать ее главным героем, в основной дом посадить, как-то ее разогнать, от нее какой-то урон будет исходить. Но этот урон, по сути, вообще никакой роли не будет играть, потому что делать Бетти главным героем, ставить ее в дом, основным героем, даже делать ее первым героем превосходства — это тупо, это глупо, потому что она... У нее арендаторы плохие, и два героя превосходства, которые у нее есть, это в втором доме Азраил, в четвертом доме это Аранея. Герои, ну, вообще не метовые, не полезные, поэтому, если вы хотите поиграть с Бетти как первым героем превосходства, плохая затея. На первом стриме, который мы потестировали, там был, собственно, показательный пример того, что Бетти в обычной кампании начинает спотыкаться, и если она встречает каких-нибудь валькирий, у которых жесткий урон, когда они попадают в контроль, а Бетти со своей пассивки может очень много контроля выдавать, то вся команда сыпется, и Бетти умирает. Про активный навык сказал. Пассивный навык. Очень интересный пассивный навык — ненужное жертвоприношение. Как он работает? Бетти должна заходить в бой с артефактом без энергии, то есть у нее должно быть 50 энергии в начале боя. После этого либо ее кто-то ударит, либо она проведет базовую атаку, то она получит себе 50 единиц энергии, ну, со своей базовой атаки, и у нее получится 100 единиц энергии. Возможно, больше, там, если какие-то союзники походят с колоколами раньше Бетти и сами ей зальют ульту. Когда у нее появляется 100 единиц энергии, у нее пассивно активируется активный навык — алая медицина. без использования энергии. То есть, либо Бетти сама проведет базовую атаку, вот здесь, базовая атака у нее, в принципе, атакует врагов в переднем ряду, уменьшает их иммунитет контролю, накладывает кровотечение. Обычное. Если ее прокачать сублимацией в дереве, вот здесь, то она себе еще восстановит здоровье, еще немножко дополнительный урон нанесет. В общем, это все вообще не нужно. Базовую атаку можно ей не использовать, не качать, потому что это не играет смысла. Она с базовой атаки практически при нормальном раскладе не будет атаковать. Поэтому базовую атаку провела, либо ей залили энергию, у нее активируется пассивка, ненужное жертвоприношение. Пассивка, которая активирует активный навык. И здесь она проводит... Активация алой медицины считается пассивным навыком. Срабатывает всего один раз за ход. То есть, в первом раунде она ударит с базовой атаки, либо ультует и энергию зальют, и она ультует. Тем самым она наносит... Есть шанс, что она законтролит. Не потратив энергию для ульты. При активации алой медицины повысит еще свою точность, ну, при прокачке сублимаций, точность контроля. А также дополнительно повышает энергию на 30 единиц при следующем использовании активного навыка. То есть, в первом раунде пассивно сработала ульта, во втором раунде у нее 100 и более единиц энергии, она использует ульту, тратит свою энергию, и опять ультует, и опять контролит врагов. И когда вот эта благородная сублимация пассивного навыка у нее прокачана, она дополнительно себе получит еще 30 единиц энергии. То есть, ультанула во втором раунде, у нее становится 30 единиц энергии. Но, если прокачать ей последний активный навык, то за каждого скованного врага, который она с ульты опять скует, закует, то она получит себе еще 20 единиц энергии за каждого. То есть, есть вероятность, что она опять себе прокачает энергию, получит 100 единиц энергии, и ультанув во втором раунде, у нее опять будет 100 единиц энергии, и у нее опять прокнет вот эта вторая пассивка. То есть, она опять произведет попытку законтролить врагов. И есть шанс, что опять много контроля, много этих сковываний пройдет по врагам, и они опять окажутся все в сковывании. Также, если прокачать в последней пассивке, то есть, это нужно сотый уровень дерева, последняя пассивка, то в конце каждого хода дополнительно будет сжигать скованным врагам 20 единиц энергии. Это отличная помощь для... Мало того, что враги в конце раунда, имея 100 единиц энергии, будут выжигать себе 20, то есть, есть вероятность, что они не будут ультовать и останутся в контроле. А если бетти будет дополнительным саппортом, например, для того же Аспена, который еще вешает страх, то получается, что и этот страх будет выжигать энергию, и у врагов будет еще меньше энергии. Если еще добавить какую-нибудь Елену в команду, то она с активного навыка тоже выжигает энергию врагам. И получается, что у врагов в команде, у противников, точнее, да, у врагов, возможно, энергии не будет в начале раунда. Это хорошо, они не будут ультовать. Бетти также повышает себе точность контроля. Чем больше у нее точности контроля, тем будет больше контроля заходить от нее. Активное ядро, дерево, тоже отличное ядро для соло-героя, для нее. С каждого пассивной, при использовании активного навыка, либо пассивной его активации, будет наносить атаку врагам, и по схованным врагам будет снижать их энергию на 10 единиц, и 50% шанс снижать еще 10 единиц энергии. То есть, помимо того, что ядро будет выжигать энергию, пассивка будет выжигать энергию, ну и саппорты, ой, саппорты. Также Аспин, например, может выжигать энергию. Еще больше выжигания энергии от ядра происхождения, если ядро будет активное. Если прокачать ядро на 8, то есть сделать это ядро трехзвездочное, и у пятерых союзников также будет трехзвездочное ядро, то за каждое ядро, которое находится в команде, за каждое трехзвездочное ядро у союзников, активное ядро в бою будет получать плюс один уровень, то есть 3 плюс 5 будет 8. Восьмой уровень ядра Бетти выжигает 30 единиц энергии скованным врагам, и 20, есть шанс дополнительный, то есть 50 единиц энергии может выжечь. Ну и больше еще урона. Больше урона и 70% шанс наложить опять сковывание на два раунда. Больше контроля, больше выжигания энергии, враги не ходят, находятся в контроле два раунда, это хорошо. В целом, героя качать как саппорта, как поддержку нужно, наверное, для Аспина, можно под Джахру, но у Джахры ее контроль завязан на том, что она замораживает, то есть суперокаменение у нее с ульты, замораживает полоску энергии, то есть контроль Бетти будет просто держать их в контроле и не будет выжигать энергию, если вы не прокачаете сублимацию. То есть сублимацию нужно прокачать до сотого уровня дерева, а это довольно-таки дорогое вложение. Ну то есть будет просто дополнительный контроль, будет окаменение, будет, например, страх от Аспина, будет сковывание от Бетти. Три вида контроля, тяжело снять в конце раунда противником, Да и не просто противникам в ПВЕ, а еще и в ПВП будет тяжело снимать То есть команда завязанная на контроле, бетти туда должна хорошо заходить и контролить врагов Если у вас контроля мало, бетти все равно должна заходить хорошо и пассивно контролить противников Потом наносить активный навык и в принципе есть шанс, что она неплохо зайдет в мету Только куда? Ей нужны... она должна жить Для того, чтобы она жила, ей нужно союзников, которые ее будут хилить или спасать То же самое Аломак со своими щитами будет давать ей выживаемость Та же самая какая-нибудь Фрея будет повышать ее выживаемость за счет своих сублимаций и навыков То есть чем дольше бетти будет жить в команде, ей даже не обязательно ходить У нее будет пассивно активироваться ульта и пассивно контроль вылетать Даже если она ничего не делает в бою, просто попала в контроль Только если ее голубь от Шерлока или от Хоум Янга Если голубь на нее не попадет, который отключает пассивку То все остальные противники в принципе могут сами себя контролить, атакуя бетти Как первый герой превосходства? Не рекомендую ее использовать, только пофанится Как герой и саппорт Ну ее нужно делать, наверное, четвертым, как кому-нибудь в команду Или вообще шестым, седьмым, когда у вас команда полностью укомплектована И вам, например, не хватает Вы думаете, кого бы добавить в команду, чтобы был полезно? Возможно, нужно контролить противников Это, например, в поздней стадии кампании Где-нибудь там в четвертой или в пятой кампании Где вы уже можете позволить сделать бетти как шестым героем с деревом сотого уровня И начинать вливать в нее сублимации Чтобы она показывала себя более эффективно и контролила врагов Если вы не будете в нее вливать сублимацию То она будет таким нормальным, не хорошим, а нормальным контроллером Который будет иногда срабатывать Но чем дольше она будет жить, чем больше у нее будет здоровья Тем дольше будет контроль срабатывать Потому что если не прокачать ее дерево, то она достаточно тонкая Ну и, собственно, все Высказал свое мнение Как вы считаете, насколько герой войдет в мету? Полезна ли она вам? Отпишитесь, поставьте свой комментарий под видео Всем спасибо До свидули Субтитры сделал DimaTorzok